МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите... Дорсервис приводит в порядок дороги после зимы. Разметка уже нанесена на Заводской улице, на улице Советской. Рейд по парковкам для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идти далеко пешком, что я после перенесенного инфаркта, предположим, не могу сделать. Состоялся ежегодный музыкальный конкурс Эдельвейс. Боже, правый, неужели это снова повторится? В ходе месячника по благоустройству, который проходит сейчас по всему Подмосковью, в Ленинском районе продолжают приводить дороги в нормативное состояние после зимы. Сотрудники МБУ Дорсервис красят дорожное ограждение и ограждение вдоль тротуаров. Обновляют дорожную разметку, как вертикальную бортовой камень, так и горизонтальную, осевые и прерывистые линии, пешеходные переходы. Причем используются для этого разные средства. Есть разметка современная уже, которая наносится один раз в год, и она даже больше одного сезона служит, иногда зависит от интенсивности дорожного движения. Это пластиковая разметка, которая с применением полимерных материалов наносится. Есть разметка, которая наносится краской специализированной. Она дешевле, но при этом менее долговечна. Мы используем и такой, и такой метод. Выбор зависит от того, планируется ли в текущем году ремонтировать дорогу. Если ремонт запланирован, нет смысла тратиться на дорогую пластиковую разметку. Уже близки к завершению работы в центральной части города. Ведется благоустройство в поселениях и новых микрорайонах. Разметка уже нанесена на Заводской улице, на улице Советской. Сегодня идут работы на Советском проезде. На этой неделе завершим работы по проспекту Ленинского Комсомола и улице Школьной. Дорожная разметка на проезжей части наносится, как правило, в ночное время, чтобы не создавать жителям неудобств и не провоцировать пробки и аварийные ситуации. Работы на основных магистралях планируют завершить к 1 мая. Остальные дороги обновят в течение лета. Сотрудники ГИБДД Ленинского района совместно с администрацией муниципалитета и представителями органов соцзащиты провели рейд по парковкам для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. Как выяснилось, очень часто доступная среда оказывается недоступной для инвалидов. Подробности далее. Одна из парковок для инвалидов у торгового центра «Курс» заставлена автомобилями. Но здесь, судя по значкам на машинах, закон не нарушен. А вот на другом месте водитель на белой «Тойоте» проигнорировал и знак, и разметку. Здравствуйте. Это же лейтенант Горбатенко. Ваши документы, пожалуйста. Сейчас. Вы стоите на месте для инвалидов. Еще в одном месте также обнаружен автомобиль. На этот раз «Фольксваген». Извините, пожалуйста, а вы считаете, что нарушения не было? Мы ребенка высадили, чтобы покормить. Нам его таблетки нужно давать ребенку. Вы понимаете или нет? Мы разворачиваться хотели. Он нас высадил и уезжает. Разобравшись в обстоятельствах, сотрудник госавтоинспекции не увидел нарушений в действиях водителя. Проверили документы. Все, в принципе, в порядке. То есть наказывать не будем строго? Нет, ну парковку-то он не осуществлял. Вот, случил разворот, поехал. Просто предупредить. Профилактические меры, так сказать. Именно с целью профилактики правонарушений и защиты прав инвалидов на доступную парковку и проводится сегодняшний рейд. Протокол оформляется тут же. Нарушителю грозит штраф в 5000 рублей. Если оплатят в течение 20 дней, то 2500. И это ему еще повезло. Если бы его не было в автомобиле, он бы искал свою машину на штрафстоянке. Подобные рейды проводятся ежегодно в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. И, как показывает практика, пока еще достаточно тех, кто игнорирует эти дорожные знаки. Паркуются несознательные водители на эти места. И поэтому, как бы вот приехал инвалид, приходится ему искать место для парковки, у которого нарушен, например, опорно-двигательный аппарат на коляске. Конечно, это не делает честь вот тем водителям, которые занимают места предназначенные для инвалидов. Еще одну молодую пару инспектор останавливает на выходе с парковки. Парковались под знаком, как вы видели. Сейчас мы штрафовать будем. Пойдемте посмотрим с вами. И этого недобросовестного водителя ждет штраф. Хоть барышня и раскаялась. Девушка, а как же так получилось-то? Не заметила знака, простите. Еще несколько человек были задержаны возле торгового центра, после чего участники рейда переместились на стоянку у центра «Мои документы». Здесь водителю «Девятки» повезло меньше, чем его коллегам-нарушителям. На автомобиль наклеиваются специальные ленты, затем его поднимают на эвакуатор, и он отправляется на штрафстоянку. Стоящий по соседству водитель-инвалид воспринимает эти действия с удовлетворением. Он отмечает, что нередко парковочное место можно найти только на большом расстоянии от места назначения. И после этого мне приходится либо идти далеко пешком, что я после перенесенного инфаркта, предположим, не могу сделать, либо там брать такси и подъезжать до места. Потому что так же это со всеми супермаркетами абсолютно. То есть вообще не обращают внимания. Наверное, многим водителям стоит подумать о своих действиях, и даже не из-за страха наказания, а из элементарного чувства сострадания. Максим Козлов, Егор Хлябич, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Музей-заповедник Горки-Ленинский стал местом для установки нового национального рекорда по северной ходьбе. Удалось ли достигнуть необходимого результата ультрамарафонцу Дмитрию Ерохину, узнала наша съемочная группа. Уже почти сутки ультрамарафонец Дмитрий Ерохин наматывает круги по территории музея-заповедника Горки-Ленинский, чтобы установить новый национальный рекорд по скандинавской ходьбе. Посмотрим, удастся ли ему это сделать. Спортсмен стартовал днем раньше. Трассу длиной 1,16 км Дмитрий преодолевал в среднем за 10-12 минут. Шли часы, менялись судьи. Неизменным оставалось только одно – ультрамарафонец с палками в руках, бодро вышагивающий по Горкинской земле как днем, так и ночью. Воочию увидеть человека, который вот-вот установит новый рекорд, собрались посетители музея-заповедника. Такая, мне кажется, подготовка должна быть к этому. Это такой труд. Поэтому это только уважение вызывает и гордость за то, что он смог это сделать. Молодец, здорово. Северная ходьба показывает пример, что надо заниматься данным видом спорта. Северная ходьба становится все более популярной в России. Предыдущее достижение такого формата принадлежало Борису Воронцову, прошедшему 120 км за 24 часа в Крыму 5 лет назад. И вот долгожданный финиш. И мы становимся свидетелями нового национального рекорда по северной ходьбе – 128 км и 429 метров. Я доволен, что я выполнил для себя поставленную задачу. Но я вижу у себя еще резервы, что там и 130, и 140, и может даже 150 км приблизиться. Но не раньше осени, наверное. То есть полгода надо мне отдохнуть, восстановлиться. После финиша Дмитрий впервые смог пересечь поле наискосок, а не по установленной трассе. В это время судьи фиксировали результаты в протоколах. Важно было не только преодолеть дистанцию, но при этом соблюсти и правила ходьбы. Бег, прыжки, ходьба на полусогнутых ногах, влачение палок, излишний подъем наконечников вверх, поднятие, разброс палок в сторону, смена, замена наконечника на ходу запрещены. На точке старта ультрамарафонцы встречали зрители, руководство администрации поселения и музеи заповедника. Спасибо вам за то, что вы принимаете участие в благотворительных акциях и привлекаете внимание жителей, внимание населения всей планеты ко многим очень важным вещам, таким как защита животных, таким как борьба с раком. Спортсмену были вручены памятные подарки, а завершилось мероприятие общим фото на память. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 2001 года в Ленинском районе проводится музыкальный конкурс-фестиваль под названием «Эдельвейс». Возраст его участников варьируется от 6 до 25 лет. В 2019 году он традиционно состоялся в районном центре культуры и досуга города Видное. Наш корреспондент Анастасия Воронина окунулась в эту творческую атмосферу. Районный музыкальный конкурс-фестиваль «Эдельвейс» является ежегодным и по традиции проходит в два этапа. Юные таланты исполняют исключительно эстрадные песни, и только лучшие из лучших получают возможность выступить на заключительном торжественном галоконцерте. Выявить таланты, которые живут у нас в Ленинском районе. Как я уже говорила, мы не всегда о них знаем. И вот такие конкурсы и фестивали, они помогают именно выявлению талантливых жителей нашего города, нашего района. Мы всегда поддерживаем молодые таланты и всегда рады, что происходят такие мероприятия, которые помогают оставаться целеустремленными, добиваться своих целей, оставаться собой. Конкурс из года в год совершенствуется. Добавляются специальные номинации, например, такие как «Ретро-песня», «Голос сердца» или «Лучший театрализованный номер». А это значит, что и задачи профессионального жюри становятся сложнее. Критерии оценки очень разные. Самое главное – это музыкальное интонирование, когда человек чисто-чисто поет нотки. Немаловажные критерии оценки, когда человек проявляет себя как артист. Не только мимика должна использоваться в номере, но и какие-то сценические движения, актерское мастерство – самое главное. Ну и тоже немаловажный факт – это дикция. Самое правильное – петь на русском языке и доносить слова, доносить свою речь. Вот эти, наверное, самые главные критерии оценки. Артисты от 6 до 25 лет приехали в районный центр культуры и досуга, чтобы покорить своим творчеством жюри и попороться за призовые места. Конечно, перед выходом на сцену все без исключения испытывали волнение. Это ответственность, во-первых, перед своей организацией, перед педагогом. И, конечно, я же должен понравиться членам жюри, и чтобы спеть достойно, чтобы они меня высоко оценили. Алиса Любецкая, как и многие другие участники, готовилась к этому музыкальному конкурсу на протяжении года. А помогали ей в этом мама и педагог детской школы искусств города Видное Наталья Малая. Я, получается, готовлюсь с начала года, и просто учитель подбирал мне песню, которая мне больше будет подходить. Мы учили движение, песню, разбирали по тексту, что-то там добавляли свое. Костюм мы с мамой подбирали. Аксения Королюк решила удивить жюри своим выбором репертуара. Она проникновенно исполнила песню военных лет. Можно с уверенностью сказать, что конкурс-фестиваль «Эдельвейс-2019» запомнится всем яркими выступлениями участников, разнообразием репертуара, а также незабываемыми впечатлениями, которые останутся в памяти юных артистов на всю жизнь. Анастасия Воронина, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видно этого. И о погоде. В четверг будет ясно, днем до плюс 22, ночью плюс 12, ветер северный 2 метра в секунду, без осадков. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.